Один из ключевых таких вызовов или типовых стереотипов, что когда мы делаем некую стандартизацию, мы тем самым убиваем творчество, мы убиваем гибкость, индивидуальность, и все уходим под одну гребёнку. Привет! Я Юра Акеев, и это 299-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играют важную роль при создании и развитии продуктов, людей, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник – Дмитрий Терафеев. Мы поговорим о том, что такое проектный офис, какую роль он играет в стандартизации процессов внутри компании, и как взаимодействует между собой менеджерская тройка – продакт, тимрид и проджект. Обсудим, что из себя представляет стандартизация процессов, где баланс между системностью, бюрократией и творчеством, и какую роль играют готовые фреймворки. И еще поговорим о том, какие вызовы встречаются на пути внедрения изменений, как с ними работать и как развивать собственную системность. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов «Product Sense». Наша следующая конференция состоится 5 и 6 сентября 2024 года в Москве. Дима, привет! Привет! Расскажи немного про себя, пожалуйста. Да, меня зовут Дмитрий Дорофеев. С октября 2023 года я являюсь руководителем проектного офиса в компании ЦИАН. Как известно, ЦИАН – это продуктовая IT-компания номер один на российском рынке недвижимости. Собственно, до этого я работал руководителем проектов, а когда-то в прошлом еще приходилось быть системным аналитиком. Давай начнем с простого. Что такое проектный офис? Потому что звучит классно, как будто бы это буквальный офис, в который приходят люди, сидят за столами. Так как управление еще есть портфелем продуктов, тоже можно много достаточно плоских шуточек про это пошутить. Слушай, ну если говорить про офис, то у нас и есть офис, в который можно прийти, а так мы работаем в основном удаленно. Вот. А если говорить про проектный офис, да, название такое красивое. На самом деле, каждая компания вкладывает в это совершенно разные понятия, да, в каких-то случаях это там какие-то рекомендательные функции, в других случаях это там полный контроль над проектами, ресурсами. Для компании ЦИАН это довольно, я бы сказал, сравнительно новая структура, которая, с одной стороны, отвечает за сходимость планов и достижения целей, да, это вот такой классический project management, когда там есть планирование, когда есть ресурсы, есть анализ рисков, там работа со стейкхолдерами, вот это вот все управление ожиданиями, да. А с другой стороны, это про эффективность работы и про процессы производственного цикла в целом. Собственно, сам проектный офис у нас состоит, представлен руководителями проектов в командах, и руководитель проектов является частью менеджерской тройки. У нас в эту менеджерскую тройку входит помимо руководителя проектов, да, или менеджера проектов, там, проектов, кратко, да, входит еще product и team lead, собственно. Между ними распределяется ответственность, ну, ответственность общая за достижение целей, да, там, бизнес-целей, это самое главное, что их объединяет. Все-таки есть там определенные разграничения. Product это больше за бизнес-стратегию, там, за ценность. Team lead больше за техническую составляющую, там, за непосредственное управление командой разработки. Project больше за планирование, риски и, собственно, эффективность тех процессов, в которых работает команда и агент изменений внутри команды. А как вообще появилась идея возникновения проектного офиса? В целом, то, как строится работа в продуктовых командах между product'ом, вообще наличие проекта в продуктовых командах сейчас, это не всегда так. Эта функция иногда совмещается в продакте, иногда это отдельный человек, который выполняет эту роль. Ну, то есть по-разному устроятся конструкции, но у вас еще и целый офис под это появился. В том плане, что функции project management окажется придается какая-то прям серьезная такая роль. Да, да, на самом деле довольно широкая функция. Я бы так сказал, что это не классический такой project manager, который там отвечает за проект, да, это более широкая функция, в которой мы еще ищем там окончательный профиль. Но сейчас у нас уже, наверное, есть понимание, что это человек-проводник наших ценностей, проводник ценностей организации ЦАН. Ценности до кого он проводит? Команда. То есть человек, который, собственно, является, можно даже сказать, эталоном этих ценностей. Человек, на который можно равняться и который всегда пояснит, почему у нас именно такие ценности и что нужно делать для того, чтобы этим ценностям соответствовать. Это человек, который умеет находить общий язык со всеми, с бизнесом, с технарями, в общем-то, там, с какими-то смежными подразделениями, со смежными командами, партнерами и так далее. Это человек, который может вовремя абстрагироваться, может посмотреть на ситуацию как-то со стороны, поднять красный флаг, подсветить риски, поможет правильно расставить фокусы в конкретном моменте времени, быстро какой-то план действий составит, адаптироваться. То есть такое как бы. Я придумал такую аналогию. Возможно, кто-то ее до меня придумал, мне она очень нравится, аналогия с мистером Вульфом из «Криминального чтива». Человек, который умеет решать проблему, при этом он сам не забывает делегировать какие-то вещи и фокусируется на главном, может найти подход к каждому, оценить риски, привести по факту к результату. Поэтому теперь, когда у меня друзья спрашивают, что я делаю на работе, я просто этот ролик сбрасываю, а не читаю нудные какие-то лекции. Блин, интересно. А давай тогда еще раз к продакту вернемся. Вот где граница все-таки? Вот ты упомянул, что у продакта он там за бизнес, за ценность, а у проджекта эта история про то, чтобы реализовать это все. Но вот где водораздел проходит между ними, когда они друг другу говорят, вот это твоя зона ответственности? Хороший вопрос, да, и это, наверное, один из тех вызовов, которые есть для проектного офиса, найти этот водораздел. Я бы так сказал, что он пока что плавающий, где-то больше на себя берет в каких-то вещей проджект, каких-то продакт, каких-то там тимлид, да, вот это еще есть такая история. Но все-таки мы считаем, что главное в этом во всем, что мы контрибьютим в общую цель, да, это наша задача — привести направление к общей цели. Как мы распределим там, это уже вторично, есть какая-то предварительная там нулевая, так скажем, распределение зоны ответственности, да, там, что продакт больше за стратегию, за то, какие мы хотим там в рамках квартала поставить результаты, ценность, да, какую там, на год, на три стратегии, определение влияния на, там, или потенциального эффекта, да, там, определение, какие исследования нам нужно сделать, такие вещи. А project — это больше про то, чтобы это все случилось, действительно, да, и чтобы это случилось эффективно, чтобы оно реально привело к тем результатам, к тем... К запланированным результатам. Да, к запланированным результатам, да, к тому, что условно мы озвучили там где-нибудь на каких-нибудь планах, да, квартальных. Окей, а тем лид тогда что делает? Он же тоже про результат у него был. Он тоже, да, тоже про результат. Это больше уровень оперативной внутри команды разработки, больше технически посмотреть, чтобы это действительно случилось. Project, словно, соберет всех вместе. Тем лид больше про то, чтобы декомпозировать, да, как-то технически понять, там, подобрать правильную технологию, правильно спроектировать, пообщаться с командой разработки. Ну, и у нас, кстати, в еще функции тем блюда входят не странно в one-on-one, да, там, с командой. То есть он еще и непосредственный руководитель команды разработки. А, вот это, кстати, тоже такая интересная-интересная тема. То есть он руководитель команды. Опять же, разное наблюдал конструкцию внутри компании. Где-то руководителем команды выступает product, где-то project. И, собственно, вот это вот заинтересованное в развитии команды лицо как раз проводит one-on-one, ну, и прочие какие-то мероприятия по продвижению команды вперед. И все это еще потом может накладываться на матричную структуру отделов. Ну, в общем, захватывающе. Если этим занимается тем лид, это не значит, что там product или project не может тоже этого делать, да, просто? Да. Кажется, со своей стороны. Вот твое мнение вообще на идею совмещения ролей project и product, в product, например. На самом деле, в Циане так довольно долго и работало. Ну, на самом деле, это не первый заход, да, когда у нас появлялись project. Зачастую получалось так, что вот эту функцию project сочетали в себе product и team lead. Это в определенной мере добавляло, так скажем, операционной нагрузки на этих людей, да, особенно на product, когда ему нужно думать в завтрашний день, да, смотреть. Да, ему приходится заниматься работой прямо сейчас, там, как будто координировать другие команды, озвучивать планы, да. Это такая, ну, чисто задача из project manager, которые в итоге отнимали время, отнимали энергию и не давали человеку сосредоточиться на более глубоких каких-то материях. Поэтому вот такую роль мы все-таки вывели. Ну, и плюс все-таки хотелось какого-то человека, который может абстрагироваться, да, посмотреть со стороны и на продукт, и на то, как мы работаем, и на то, какие у нас есть процессы, и как их можно оптимизировать, как их можно улучшить, сделать более эффективным. Все-таки задаться этим вопросом, а все-таки это отдельная профессия, я бы так сказал. Ну, да, получается, это такой уровень абстракции. Если тебе приходится одновременно держать бизнесовый контекст и контекст процессный, ну, блин, да, может это голову надавить. Вернемся тогда давай к проектному офису. Ты упоминал там, что в том числе у него есть одна из задач, это вот про эффективность процессов в организации. Что это значит? Ну, да, как раз вот, получается, пришли к этому, да, что в том числе роль проекта за это отвечает. Это то, чего, наверное, не хватало раньше. И, соответственно, это если представить, что товарищ мистер Вульф из криминального чтива, он не только решает конкретно сейчас проблему, да, но он еще придумывает варианты, как избежать это в будущем, тем самым повысив эффективность работы этих там ребят-киллеров, да, чтобы они не занимались вот этими какими... Да, вот, они занимались своей работой, да, они занимались тем, что они там тачку очищают, да. Теолик-киллер-фичи, да. Да, киллер. Соответственно, проект-проводник изменений в командах, да, его фокус направлен на повышение эффективности. А эффективность, что такое эффективность, да, мы здесь, наверное, не смотрим с точки зрения организации, да, меры эффективности организации — это прибыльность. Наверное, если мы говорим про эффективность работы там команды какой-то, то ее можно разложить на результативность и продуктивность. Результативность — это, ну, или как в английском, да, говорят, там, effectiveness and efficiency всё время, да. Результативность — это когда мы достигаем запланированного результата, да, а продуктивность мы достигаем это либо с теми ресурсами, на которые у нас там были какие-то ограничения, да, то есть мы достигли результата в условиях ограниченных ресурсов, либо достигаем большего результата в рамках тех ресурсов, которые у нас есть. Второе не менее важно, чем первое, но всё-таки мы первое держим в голове, что всё-таки любые процессы эффективны только тогда, когда они достигают того результата, к которому они должны привести, а уже потом про затраченные ресурсы. Ну да, это уже неоднократно у меня звучало в подкасте «делать и сделать». Это разные вещи. Да, да, да. Окей, смотри, надо вернуться тогда к вопросу процессов. Что из себя представляет процесс? Ну то есть, что мы оптимизируем? Это самая эффективность, она к чему относится? Потому что, ну вот, есть процесс поставки ценностей, это такая общая фраза, на самом деле, в которую включено там много-много чего. Давай вот тогда попробуем как-то очертить скоуп нашей беседы. Да, да, да. Ну, есть много различных вариантов, как работать с эффективностью на уровне организации. Но конкретно проектный офис — это больше про эффективность процессов. Да, это про оптимизацию, про стандартизацию, про систематизацию вот этих продуктовых процессов, как мы реализуем наши фичи. Это про измерение этих процессов, это про масштабирование этих процессов, это про автоматизацию каких-то ручных действий, да, это там про шаринг практик каких-то общих, да, чтобы их не переобретать, да, там велосипеды какие-то. Ну, наверное, основная история — это всё-таки про стандартизацию, систематизацию процессов. Давай всё-таки тогда проговорим, что такое единица вот этой самой систематизации. Я возвращаюсь к вопросу процесса. Да, да, да. Я здесь попробую нарисовать такую модель, что такое стандартизация процесса. Может быть, такая консервативная модель, но мне не кажется, что она устарела, потому что, по-моему, программа для посещения точно на такой же модели строится. Условно, если представить организацию как систему, то внутри нее есть команды, которые выполняют определенные функции и взаимодействуют между собой. Каждую команду можно рассмотреть как элемент этой системы, и, соответственно, взаимодействие между элементами системы — это процесс. Для того, чтобы система развивалась, жила, достигала своей цели, нам нужно, чтобы эти элементы между собой взаимодействовали по каким-то правилам. Если взять команду, принять, что это элемент системы, она взаимодействует с другой командой, как она это будет делать? На основе некоторых правил. То есть мы подаем в команду какие-то сигналы, какую-то информацию, дальше команда выполняет некую функцию, а на выходе у нее есть другой набор информации, каких-то артефактов, сигналов, которые дальше являются входами для следующей команды. И точно так же это работает внутри команды, когда есть какие-то роли, люди, что также они выполняют какую-то функцию, им на вход поступает какая-то информация, на выход, где у них есть какая-то информация, или сигналы, или еще что-то другое, которое используется следующей ролью для того, чтобы производить свою функцию. И вот здесь ключевой момент на самом деле, что стандартизация процессов — это не когда мы все делаем одинаково под одну гребенку, по одним и тем же процессам, а про стандартизацию вот этих входов, выходов, артефактов, чтобы настроить взаимодействие между элементами системы. Как я понял, значит, у нас есть элементы системы, допустим, или две команды, или на самом деле даже, мне кажется, и два человека тоже играют такую же схожую роль. И то, как они взаимодействуют между собой, это и есть, по сути, процесс производства, не знаю, ценности или чего-то такого. Да. Формат взаимодействия. То есть процесс, читай, формат взаимодействия. Ну, вообще звучит логично, если так. Ну да, собственно, а система живет по этим процессам и достигает какого-то там целевого своего значения, да, динамика системы определяется вот этими процессами, да, она развивается, живет, приходит к какому-то своему развитию за счет этих процессов взаимодействия между элементами. Ну, можно здесь как-то, наверное, спуститься вот с этого с абстрактного уровня и там перейти на более конкретно, да, там рассмотреть это на примере. Давай, конечно, да, нужно заземлить, потому что принципиально схема ясна, потому что, смотри, опять же, мы можем пускаться вниз на уровень отдельно взятых людей внутри команды, и там процессом может выступать, не знаю, код-ревью, да, например, это тоже процесс. Либо мы, получается, перемещаемся на уровень взаимодействия между команд, а это либо две продуктовые команды, которые делают, ну, что-то там совместно, не знаю, core и какие-то фичи над ней, или команда дизайнеров, команда разработчиков. И то, как они взаимодействуют между собой, как они обмениваются результатами своей работы, тоже описание процесса. И обычно там как раз встречаются какие-то терки. Да, давай примеры. Ну, давай представим пример просто, когда от команды ожидается другая команда хочет переиспользовать эту фичу там в каких-то своих целях. Вот в данном случае команду можно рассмотреть как черный некий ящик, да, ну, или какая-то функция, да, которая принимает на вход, допустим, цели компании. Ну, именно та команда, которая реализует фичу, да, она принимает на вход, например, цели компания, она принимает на вход исследования рынка, например, да, какой-то там потребности. Принимает вот пожелание стейкхолдеров, в данном случае, это пожелание другой команды, да, что им нужна такая-то фича. Дальше внутри происходит какая-то там магия, которую мы сейчас пока не трогаем. И выходами здесь, может, в разные моменты времени, на самом деле несколько функций может быть. Ну, как в программировании, условно. Ты можешь вызвать одну функцию, можешь вызвать другую, получить на выходе результат. Соответственно, выходами в разные моменты времени из этой команды может быть там описание этой фичи, может быть срок реализации фичи. Ну, собственно, сама фича, когда она будет реализована. А чтобы это произошло, внутри команды взаимодействие тоже можно представить в виде вот этих входов-выходов. Есть роль product, например, которая принимает на вход вот эти там входные условия, которые мы обговорили. На выходе у него получается некая потребность от рынка, боль, которую мы хотим решить. Дальше есть следующая функция внутри. Это роль или ребята из Discovery команды, например. Они помогают провалидировать ценность. Они получают там как на выходе получаем ожидаемый эффект. Параллельно с этим может быть какая-то техническая роль, которая на выходе обрабатывает информацию, которую дал продакт, на выходе получаем, не знаю, достижимость или масштаб фичи. Все это позволяет сделать какой-то вывод и перейти на следующий шаг. Например, уже грумингу с командой, на выходе которой мы ожидаем список вопросов, описание на разработку и due date, условно, когда мы это сделаем. Когда это прошло, у нас появились эти выходы, описание, срок. Мы его сообщаем другому элементу, другой команде, чтобы она могла, во-первых, это описание взять на вход и что-то с ним сделать. Там запускается процесс, не знаю, какой-то с их стороны ревью. И второе, запускается процесс планирования, потому что мы сообщили им срок, и они могут от него отталкиваться, чтобы как-то запланировать свои действия на основании этого срока. Ну и дальше там уже следующий выход мы ждем, когда там эта фича будет реализована. Да, вот это вот пример такой работы на базе входов, выходов и функций. Звучит непросто. Давай так. Да, да. Более того, непросто. Вот здесь можно попробовать этот пример, немного переначать, и как оно работает обычно, и почему важна вот эта вот модель входов, выходов и функций последовательных. А представим, что мы не стандартизировали вот эти входы, выходы, и, допустим, начали груминг с командой, когда мы еще эффект не посчитали. И к чему это приводит? Мы провели какой-то груминг, команда нагитала какие-то варианты, там декомпозировали, оценили, начали разработку. В это время решили провалидировать идею. Оказалось, что она нужна в другом виде, да? Мы вернулись обратно на этап обсуждения груминга, то есть мы уже дважды задействовали ресурсы команды. При этом мы, допустим, сообщили уже срок другой команде. Но у нас, допустим, не было процесса апдейта сроков. У нас это было на каком-то наручном приводе, условно, project ходил или, не знаю, не было project, а product ходил и сам рассказывал, да, об этом. А потом в какой-то момент, да, когда мы перегрумили, там, что-то по-другому это спроектировали, срок изменился, а product там не сходил, да, не было у него такой задачи. Да, и, соответственно, та команда об этом не узнала. Они продолжают на эту команду рассчитывать, что они там закончат срок, а потом, когда подходит срок, оказывают, что он еще через месяц произойдет. Этим ребятам тоже нужно перестроить, да, свою работу после этого. А это же можно было, да, просто решить, что там какой-то наладит процесс апдейта сроков, да, что мы там, не знаю, где-нибудь в джире проставили на выходе груминга, обязательно нужно проставить там due date, да, это будет выходной артефакт груминга, да, после которого запускается процесс, не знаю, там, обновления какого-нибудь, да, который там упомянет тех, кому надо, да. Ну, это я такие уже генерю мысли какие-то. Но получается, что по факту, если вот это все не стандартизировать, да, вот эти входы-выходы, то у нас возникает дублирование, рассинхроны, лишняя работа, там, блокеры, вот это все. Имеешь стандартизированные входы-выходы, знаешь, что от кого, целескучно работать от того, что от тебя требуют слишком, ну, не то, что жестко, но, короче, ходить вот по этим правилам, так назовем. Насколько они заметны в реальной жизни вообще? Потому что наговорили сейчас так, что как будто бы в роботов людей превращаем. Ну, на самом деле, это не так, да, потому что здесь речь не о том, чтобы ты работал как робот, делал только то, что от тебя требуется. Речь о том, чтобы ты на выходе своей работы давал какие-то ожидаемые артефакты. Но это не о том, чтобы подвести все под единый стандарт, как ты делаешь, условно day-to-day operations, прямо сейчас. И здесь еще важно понимать, что вот эти процессы тоже зависят от результата, от ценности, которые приносит процесс. Нужно об этом не забывать, да? Ты можешь остановиться на какой-то более простой версии, не бюрократизировать ее, там, не усложнять. Ты можешь остановиться на какой-то более простой версии, на которой переносит ценность уже прямо сейчас, да, с какими-то компромиссами, может быть, даже там с какими-то костылями. Но при этом ты можешь спроектировать ее так, чтобы в будущем, когда мы пойдем к масштабированию, когда произойдет неизбежное масштабирование какое-то, Ты сможешь легко этот процесс, который ты построил, оптимизировать, автоматизировать, убрать вот эти временные костыли. Вот это вот важный момент, что всё равно можно идти этапами какими-то, всё равно можно идти шажками, но нужно закладывать сразу какой-то системный подход к этому. Каче с перспективой это получается. Да, да. Ну и в целом, наверное, если поговорить про системный подход, что такое системный подход к проектированию процессов? Это как раз, наверное, про масштабирование. Мы строим такие процессы, которые позволяют бизнесу легко масштабироваться. Что такое масштабирование? Это когда, словно, бизнес растёт, у нас растут ресурсы, и это приводит к увеличению производительности, а не к спаду. Простыми словами, ты проектируешь процесс, решаешь проблему. Ты должен руководствоваться не только устранением локальной боли прямо сейчас, но думать, как ты можешь избежать этой боли в будущем, или как не породить новые боли в будущем, или как результат твоей работы будут использовать другие команды. Можно здесь и Циан привести в пример. Циан сейчас большой сложный продукт. В нём представлено большое количество типов недвижимости, есть различные типы сделки, есть различные сервисы, информационные материалы. При этом функционал всё время растёт, он всё время меняется, добавляются новые функции, появляются новые направления, новые люди. При этом мы остаёмся производителями в том плане, что мы продолжаем каждый день релизить фичи, веби, раз в неделю релизим в мобильных приложениях. У нас здесь нет какой-то просадки производительности. Мы расширяемся и продолжаем быть производительностью. Это значит бизнес масштабируемый. Соответственно, вот это про системный подход. Окей, бюрократию понял. То есть если каждый понимает, что от него ждут, и что он может ждать от другого, допустим, это окей. А творчество? Где же место творчества? Собраться с ребятами, поштормить, съесть пиццу. Вот это всё. А не вот эти ваши артефакты. Ну, на самом деле, наверное, это один из ключевых таких вызовов или типовых стереотипов, что когда мы делаем некую стандартизацию, мы тем самым убиваем творчество, мы убиваем гибкость, индивидуальность, и все уходим под одну гребёнку. Про творчество и гибкость. Что такое гибкость? Если смотреть на гибкость глобально, то мы работаем в организации, наша задача — достигать цели бизнеса. Наша задача — быстрее как бизнеса адаптироваться под рынок. И тут, получается, работает такая цепочка. Чем эффективнее наш процесс, тем больше мы можем сделать нашими ресурсами. А значит, можем быстрее доставлять ценность нашим пользователям, реагируют на какие-то внешние изменения, воздействия. Ну, собственно, это и есть адаптироваться под рынок. Соответственно, чем быстрее мы, чем мы эффективнее, тем быстрее мы адаптируемся под рынок, тем мы более гибкие. А здесь как раз проэффективность процессов. Эффективные процессы, те, которые вместо стандартизованные входы и выходы, вот пример я привозил выше. С другой стороны, вот эта стандартизация, она убивает некую рутину. Она не убивает творчество, она убивает рутину. Ты не тратишь энергию, ты не тратишь мысли топлива. Рутинное решение проблем. Да, да, да. Ну, как вот есть этот термин, да, там, мысли топлива у Максима Дорофеева, да. Соответственно, мысли топлива, она ограничена, да. И ты можешь его потратить на то, чтобы придумать формат, как я там представлю какую-то информацию, там, затащить какой-то инструмент под нецелевую задачу, да, потом донести эту информацию, ответить потом на, не знаю, миллион вопросов мессенджеры, да, или там, потратить на встречу, на синхронизацию. А когда там? Кто ты сделаешь фичу? А можешь просто due date поставить, да, и научить всех пользоваться стандартизированным выходом конкретного процесса, да, что мы всегда по результатам планирования ставим due date, да, и ты можешь сходить, посмотреть в Jiro, и не надо ко мне ходить спрашивать. Соответственно, ты можешь вот это сэкономленное мысли топлива потратить на творчество, да, на то, чтобы свою функцию сделать более, не знаю, изящно, красиво, как-то творчески подойти к этому решению, да, то есть у тебя останется еще какие-то силы на то, чтобы это сделать. А может, у тебя останется силы на то, чтобы подумать над процессом, да, его еще более эффективным сделать, который еще быстрее приведет к результату с меньшими ресурсами. Соответственно, стандартизируя входы-выходы, мы как раз наоборот повышаем гибкость и как раз наоборот даем волю творчеству, потому что внутри функции ты все равно предоставлен сам себе условно. Убедил, убедил. Прямо интересно. Хорошо, тогда давай вернемся к идее мистера Вульфа. Насколько я помню, к мистеру Вульфу там пришли и попросили решить проблему. Что же в случае вашего проектного офиса и там роли проекта? Ну, это что получается? Проект такой ходит и говорит, у вас тут процесс неэффективный, сейчас я вам тут все помогу. Или как это вообще работает? Как принимается решение о том, что процесс нужно, можно усовершенствовать, добавить ему эффективности, результативности? Есть несколько треков, так их назовем. Во-первых, это может идти из команд. Проджект работает в команде, он там работает с проектами, видит, как работает команда, взаимодействует с другими командами, видит, как там это работает, видит, что есть какие-то неэффективности. Ну, у нас там свое экспертное мнение, что здесь это может работать лучше, мы здесь много тратим времени. Соответственно, с такой инициативой, там, изменения каких-то, он может выйти, условно, в проектный офис. У нас есть, так называемая, гильдия проектов, да, где мы можем эту тему обсудить, например, проговорить, что действительно есть такая проблема, и ее можно решить, да, обсудить некоторые решения. Следующий шаг — это внедрение, да, в какой-то инициативы. Надо ее как-то спроектировать, описать цели, чего мы хотим добиться. Ну, и тут уже дальше идет вопрос в том, насколько она масштабная, глобальная, на кого она влияет. Если это уровень там внутри команды какой-то, да, или взаимодействие между двумя командами, ну, может быть, какая-то специфика, то, наверное, там можно договориться на уровне команд, там, и проектов команд, и тех, кто в этом процессе работает. Если же это какая-то глобальная инициатива, допустим, на всю компанию, да, завтра мы начинаем вести планы проектов в таком-то инструменте. Тут, конечно, важно идти через некое пилотирование, да, с одной стороны, с другой стороны, ну, да, то есть выбирать там какую-то команду, в которой это будет эффективно проверить. С другой стороны, нужно работать, конечно, с стейкхолдерами компании, с менеджментом, потому что все-таки это ресурсы компании, да, и нужно понимать, решим ли мы глобально какую-то проблему, не создадим ли мы другие проблемы, да, и пойти в том числе за поддержкой к менеджменту, чтобы получить их экспертное мнение, да, какую еще проблему мы можем решить. А есть ли еще какие-то проблемы, о которых мы не знаем, да, что это может зацепить? Или вообще окажется, что на самом деле нужно фокус на что-то другое взять, на что-то более насущное в данный момент времени. То есть вот когда речь идет о каких-то глобальных инициативах, здесь важно в том числе и работать со стейкхолдерами и с бизнесом. А вот люди, которые будут ощущать на себе внедрение этих самых изменений, у них спрашивают? Естественно, конечно, да. Нет, просто смотри, почему уточняю, ну да, звучит как будто такой, ну, реально продукт, простите, профессиональное. Проджект, значит, увидел, что-то у вас здесь не так. Пойду-ка вынесу на заседание, потом примем решение, а вы тут пока в этом. Нет, конечно, конечно, я, наверное, так упростил. Более того, я рассказал только про трек, да, когда это идет условно от команды. Есть еще, наверное, трек, когда есть какие-то проблемы сверху, которые тоже нужно решить. Но вот если мы говорим «идем от команды», то чаще всего эта проблема уже чувствуется внутри команды, да, и если Проджект пришел с каким-то решением, скорее всего, он уже обсудил это внутри команды, он уже получил там какую-то обратную связь, он уже обозначил те проблемы, которые есть, и он увидел, что это можно решить как-то системно. Но в любом случае, может быть, инициатива, конечно, и от проекта, не от команды. И, конечно, важно доносить ценность. Зачем это делается? Чувствуете ли вы эту проблему? Или как вы видите эту проблему? Не будет такого, что там завтра работаем таким образом. Будет обозначение то проблем, которые есть, и то, как мы хотим это решить, и получение обратной связи. Ребята, ну, норм так. Или вы считаете, что есть какие-то нюансы? Естественно, там, не знаю, разработчики могут более глубоко быть погружены в какие-то детали. Там разработчики в процессе скажут, нет, вот здесь это не заработает. Поэтому, естественно, никто не будет навязывать это сверху. Окей. Значит, появилась инициатива. Мне хочется остановиться немного подробнее на части проектирования нового процесса. То есть мы уже описывали, что такое процесс. Это как, ну, собственно, описание взаимодействия между двумя единицами, так назовем. Элементами, да. В зависимости от того, что мы называем элементами в, собственно, этой схеме. Это команды, люди или там целые департаменты. Ну, в общем, как происходит проектирование нового чего-то там, процесса. На самом деле здесь ничего такого суперинновационного. То есть мы чаще всего собираем заинтересованную группу людей. Там, ну, в нее входят проекты, может, кто-то еще, кто реально в этом заинтересован. И проводим некую рабочую группу, воркшопы, да, где накидываем какие-то варианты. После этого примеряем это еще раз, да, там, спрашиваем мнение других проектов, если мы чувствуем, что это может повлиять на всех, да, этого, в целом масштабироваться, да, там, на другие команды. И следующим шагом запускаем пилот в заинтересованных командах, смотрим, как оно отрабатывает, решает ли оно проблемы. Собираем какую-то статистику, какие-то корнер-кейсы, да, и подводим через какое-то время итоги пилота, где говорим, да, мы решили проблему, нет, мы не решили проблему. Или мы решили ее частично. В целом можно запускать его в таком-то виде, но дальше нужно будет не останавливаться, так скажем. Ну, на самом деле, это применило, в принципе, ко всем процессам, да, что не надо останавливаться ни в каком-то времени. Да, что то, что ты внедрил сегодня, завтра уже может быть не так актуально, потому что, опять-таки, рынок меняется, компания меняется, люди меняются, процессы меняются, да, и надо не забывать этой темой заниматься, да, постоянно как-то оптимизировать, думать об этом. И для этого как раз, кстати, вот эта пресловутая ретроспектива служит, да, чтобы задавать себе эти вопросы. Вот. Но возвращаясь к проектированию и внедрению, соответственно, после пилота, там, масштабирование на компанию или на часть компании, и продолжаем получать какую-то обратную связь, формулировать сложности, которые есть, пытаться их решить какими-то дополнительными доработками. Ну, вот смотри, на этапе проектирования мы же пытаемся стандартизовать процесс, да, взаимодействие какое-то. И здесь вопрос, а до какого уровня это вообще делать необходимо? Вот обсуждали еще то, что в рамках своей функции, там, человек или команда, они самостоятельно принимают решение о том, как они производят ценность свою. То вот все-таки до какого уровня идет стандартизация? Где она останавливается? Могу сказать, что это очень сложный вопрос, и на него нет какого-то универсального ответа. Опять-таки напомню, да, историю про стандартизованные входы-выходы и артефакты. Это вот тот уровень, на котором нам нужна стандартизация. Давай, может, попробуй на примере каком-то. Вот, допустим, мы хотим стандартизовать проектный флоу, да, чтобы у нас все проекты шли по какому-то одинаковому флоу, чтобы в любой момент времени можно было сказать, что там происходит. Значит ли это, что все команды начнут работать по одному, там, по единым шагам внутри этого флоу? Скорее нет. Но мы выделим здесь ключевые точки, да, или как это называется, рейперные точки в этом жизненном цикле, который есть у всех, чтобы мы могли на базе этих точек как-то построить объективную картину, да, измерить, понять в целом картину по больнице, делать дальнейший анализ. И, соответственно, допустим, мы выделяем там какие-нибудь точки, готово к проработке и готово к реализации. Это обязательные точки, потому что они нам нужны для какой-то глобальной картины. Но между ними может в одной команде пройти 10 шагов, да, потому что у этой команды есть своя специфика, у нее там есть какие-то вещи, которых нет у других команд, не знаю, какое-нибудь там нормативное регулирование дополнительное, да, там нужно, не знаю, с юристами проработать какой-то вопрос, например. Соответственно, у нее проходит чуть больше шагов здесь. У другой команды, не знаю, там простой продукт, там это гораздо меньше шагов внутри, да, и он может этот флоу настроить сами себе. Но они должны понимать, что есть стандартизированные точки, в которых мы ждем конкретный артефакт на выходе. Такое это там описание на выходе процесса этого, да, что вот момент, когда готово к разработке, мы хотим видеть статью, мы хотим видеть оценку, мы хотим видеть due date, мы хотим видеть там набор каких-то ключевых артефактов. А как ты это делаешь в процессе, как ты шагаешь к этому, это остается на откуп команды. Но тут каждый конкретный пример, нельзя какую-то универсальную формулу, наверное, назвать. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно, да, и понимать локальные какие-то нюансы, синхронизироваться с ожиданиями там всех стейхолдеров. И важно здесь не породить, наверное, лишнюю работу, это тоже брать его внимание, чтобы кому-то не добавилось супермного бюрократии, которая к его процессе неприменима. Допустим, вот тот же, да, не знаю, этап какого-нибудь нормативного регулирования, да, возьмем его и сделаем везде, и три четверти команд его будут пропускать, да, это будет какой-то дополнительным тратом из топлива, да, условно, чего-то там, или чьих-то ресурсов. Зачем это делать, если это может быть каким-то опциональным шагом? Зачем тебе это нужно? Не нужно. Это как раз пример, чтобы не порождать лишнюю работу. Допустим, мы все-таки спроектировали какой-то новый процесс, который затрагивает людей, которые уже как-то работали. И, допустим, мы считаем, что его внедрение сделает жизнь этих людей лучше. Ну вот засада. Внедрение изменений — это, кажется, то, что чаще всего встречает какое-то сопротивление внутри, потому что люди уже как-то работали, они знают, как они работали, возможно, им это нравилось, возможно, и не нравилось, но тем не менее, это привычно. Давай поговорим подробнее тогда о внедрении вот этих самых процессных изменений в устоявшуюся систему. Ты уже немного начинал про это говорить, там, через пилоты, но подробнее попробуем. Да, ну здесь, наверное, как раз про сопротивление начну, что это, в принципе, абсолютно нормальная история, да, это, наверное, идёт вообще из нашего психологии. Мы здесь работали долго, да, мы настроили какие-то процессы, которые нам удобны, а тут кто-то приходит, предлагает их изменить, зачем это надо, да, тут есть какая-то эмоциональная, да, составляющая этого всего. Но здесь важно понимать, что то, что было актуально 10 лет назад или 5 лет назад или даже 2 года назад, год назад, оно не совсем обязательно актуально сейчас. Организация меняется, растёт, масштабируется, адаптируется под рынок, и история с сопротивлением, да, она всё равно будет. Нужно доносить до людей причины возникновения тех или иных изменений, да, это очень важный момент. Спускать сверху что-то — это не тот подход, который нужен. Очень важно обозначать ценность, причины и получать обратную связь. С другой стороны, командам, да, нужно показывать, что, наверное, вот эту модель как-то доносить про то, что мы всё-таки работаем в организации, что мы все направлены на выполнение какой-то определённой функции. Оптимизацию метрики. Да, оптимизация метрики, вот это вот всё. И если вы будете как-то жить в замкнутом мире в своём, то в какой-то момент вам будет сложно взаимодействовать с другими командами, которые там уже что-то изменили. Например, да, там у вас стоит какая-то важная бизнес-задача, а в другой команде там из каких-то блокеров, да, там какие-то неоптимальные процессы были, да, простаивают ресурсы. Принято решение перебросить эти ресурсы к вам в команду, там на две недели условно. А у вас так всё по-своему работает, что на онбординг уйдёт половина того времени, да, чтобы люди понимали, как вообще в вашей команде работать. И вот это как раз вопрос про масштабирование, что когда была компания маленькая, это работало. А сейчас продукт большой, задачи сложные, процессы сложные, и чем сильнее ты уходишь от других команд, тем сложнее тебе потом встраиваться в общий какой-то флоу работы. Ну а в целом, если говорить про внедрение изменений, то можно использовать какие-то стандарты, которые уже кто-то придумал до тебя, да, чтобы не начинать с нуля. Я, наверное, про пресловутые фреймворки. Тут есть много вопросов и скепсиса на этот счёт, разные сторонники. Но в целом, что такое фреймворк? Да, это когда кто-то за тебя посидел и подумал, как вам будет удобно работать, решить типовые какие-то задачи. Оно как будто бы конфликтует с тем, что мы уникальны, у нас там уникальные какие-то продукты, услуги, мы уникальная работа, у нас свои какие-то конкурентные преимущества, а тут мы хотим внедрить чей-то стандарт, который кто-то там придумал. Вот я здесь, наверное, занимаю какую-то сбалансированную позицию, что это хорошая точка для старта. Ты можешь начать с того, чтобы взять какой-то существующий стандарт, к примеру, там, приоритизацию инициатив. Ты хочешь приоритизировать как-то те инициативы, которые пойдут в работу, да? Но ты можешь сам это придумать, а можешь взять чью-то наработку, да? Например, там, райс какую-нибудь приоритизацию, да? Ты её посмотришь, попилотируешь, проверишь, посмотришь, решила ли она задача, соберёшь какую-то статистику, соберёшь частные, там, корнер-кейсы. На основании этого ты уже можешь сказать, ага, мне здесь не хватает, например, там, больше веса мнения продукта, да? Мы не хотим не просто опираться на какие-то слепые цифры, да? Мы хотим, чтобы здесь ещё был вес от продукта или там ещё от кого-нибудь. Ок, но ты уже внедрил её базово, ты попробовал, посмотрел, как оно работает, дальше адаптировал под себя. То же самое, например, с методологиями разработки, с тем же, не знаю, скрамом, да? Они довольно тоже гибкие истории, потому что они уже внутри содержат в себя некоторые настраиваемые параметры для того, чтобы адаптироваться под какую-то команду. И они позволяют довольно гибко настраивать этот процесс, да? Покрыть 80% каких-то сценариев. Да, 20 окажется не закрыто, да? Или, там, 10. Но эти 10 ты можешь уже в процессе работать, там, каким-то образом. Самостоятельно как-то, да? Да. Доработать, например. В том же, да, скраме ты, там, например, выбираешь длину спринтов своих, ты выбираешь, там, формат встреч, как их проводить, да? Flow задач, ты можешь у себя свой настроить, да? Ты можешь, там, определить definition of ready свой, definition of done. То есть довольно много вещей, которые всё-таки, как это называется, tailoring в терминах Project Management Institute, называется tailoring, да? То есть ты берёшь какую-то методологию и дальше под себя подстраиваешь. Это про то же самое. Внедри на нуле, потом можешь распространять под себя. Моё мнение такое относительно использования фреймворков. Смотри, мы к этой теме перешли от сопротивления, да? Да. От идеи того, что внедрительные изменения вызывают сопротивление. И фреймворки, в частности, иногда тоже вызывают сопротивление. Хотя вот Project Management, тебе кажется, наоборот, любят разные фреймворки. Тем не менее, окей, это отличная точка для старта. Ну, получается, надо продавать эту идею, короче, ну, то есть команде. Да, от этого со мной никуда не уйдёшь. Но здесь нужно открыто показывать те проблемы, которые есть, предлагать варианты, выслушивать обратную связь. Без этого никак оно не пойдёт. Просто прийти с каким-то внедрением, конечно, оно не заведётся. Всё-таки мы все люди, все мы человеки, и у каждого есть своё мнение, и каждый ценит то, что он делал раньше, да? Ему очень не хочется, чтобы то, что он делал, сильно изменилось. Поэтому здесь психология тоже есть. А вот из твоего опыта что лучше всего срабатывало всё-таки? Если продажа, то какая? То кому? Стараюсь показывать ценность. Если это не срабатывает, есть такой универсальный способ. Давай просто попробуем и посмотрим, что из этого получится. Ну, не получится, и окей. Чаще всего в большинстве случаев это срабатывает, и люди уже в процессе начинают понимать. То есть они там вначале говорят, нет, не буду, мне это мешает. Потом оказывается в процессе, что в целом-то идея нравится, просто человек может быть пару каких-то неудобных моментов. Или человек боится того, что на него упадёт больше работы, что ему придётся больше делать. Сейчас, если мы говорим про какую-то эффективность работы в целом, да, про стандартизацию, всё равно нужно вкладываться, инвестировать в то, чтобы решать проблемы с прицелом на будущее. Иначе ты так и будешь всё время жить в режиме пожаротушения. Блин, это тебе понятно. Вот слушай, тебе понятно про будущее. А вот команде, не знаю, ещё кому-то, это ж вот... Ну это просто из моего опыта. Ты такой приходишь весь заряженный, да, такой, я сейчас, мы тут внедрим, у нас в следующем году будет ого-го, а тут людям сегодня надо дедлайн закрывать. А не вот это вот всё. Это сложная часть, мне кажется. Да, да, на самом деле тут ещё такой момент. Можно по-другому эту историю продавать, да, что, ну на самом деле не самое хорошее слово «продавать», да, но преподносить, объяснять ценность этой штуки, что вот сейчас ты постоянно работаешь в режиме пожаротушения, да, ты постоянно реактивно там реагируешь на какие-то задачи. Остаётся ли у тебя время на то, чтобы остановиться, подумать, творчески подойти и, может быть, дать себе какой-то новый вызов? У тебя не остаётся на это времени чаще всего, да, ты постоянно загружен какой-то оперативкой. Может быть, тебе стоит инвестировать время сейчас в том, чтобы построить какой-то процесс, который в будущем даст тебе плюшки, что ты можешь не запариваться о какой-то текучке, да, и ты можешь больше времени потратить на творчество и развяжать тебе руки для того, чтобы делать новые вызовы. И вот эта вот история про заменяемость, да, мы можем стать больше не нужны, если всё будет работать автоматически. Скорее обратная история, да, если ты настроишь всё так, что у тебя всё работает само, то ты развяжешься руки, чтобы идти дальше, чтобы занимать новые позиции и добиваться новых целей, а на это место может пойти кто-то другой. Можно преподносить это таким образом. В общем-то, это тоже работает. Здесь есть ещё одна коллизия, да, что всё равно нужны быстрые победы, что нужен какой-то баланс между тем, что ты инвестируешь в будущее и строчке этой системной процесса, чтобы тебе в будущем было хорошо. Но быстрые победы тоже нужны, иначе ты не получишь дофамин, да, и вот этот баланс нужно соблюдать. Плюс ещё есть, конечно же, всё звучит так хорошо, но есть менеджер твой, да, или чей-то там руководитель, который придёт и скажет, где результат? Мне нужно, чтобы завтра всё это работало, ты там думаешь про будущее, а мне нужно сейчас. От этого, конечно, мы никуда не денемся, но здесь нужно, наверное, работать с себя. Изменения начинаются с тебя, в любом случае, нужно вот это понимать, историю. С тебя, с человека, который пытается внедрять изменения. Да, нужно себе периодически задавать этот вопрос, да, что мне сейчас важнее? Быстрая победа, да, или не только мне, там, организации, что важнее, сейчас получить быструю победу или сделать так, чтобы в будущем этой проблемы не возникало? Ответы могут быть разные. Здесь предстоит работать со своим руководителем, да, доносить ему, что если ты принял решение, допустим, что нужно не быстрое решение, а нужно какое-то системное решение, объяснить, почему ты так считаешь, опять-таки показать. Но пока ты не начнёшь это делать, тебе будет гораздо сложнее развиваться и добиваться каких-то новых высот. Поэтому мой посыл здесь, наверное, что всё равно начни с себя, старайся носить ценность, преломи себя. Просто не будет, но, с другой стороны, ты изменишь не только своё мышление, изменишь мышление, там, в том числе, руководство. И это приведёт к тому, что в дальнейшем организация станет более зрелой, да, процессы станут более зрелыми, и вы начнёте работать более эффективно и добиваться больших целей. Какая зажигающая речь получилась. Да вообще, давай ещё. Для финала, какой навык, project management ты бы порекомендовал продукту? Ну, вот твое субъективное мнение. Hard skill какой-нибудь. Ну, слушай, я, наверное, не буду оригинальным, и всё равно скажу, это что-то про структурность и системность. Не знаю, можно ли это в себе развить, особенно, когда речь там идёт уже не о человеке, который только входит в профессию, да, а человеке, который уже там состоялся, как специалист. Но для меня, наверное, всё-таки это вот эта системность, думать о себе в будущем и о компании в будущем при принятии любого решения. С чего начать развитие системности? Я думаю, что с каких-то шаблонов, на самом деле. Даже на примере какого-то простой задачи ты хочешь описать фичу, описывай её в невольном формате, а придумай те пункты, те категории, которые тебе важны в рамках этой фичи. И дальше ты, условно, будешь каждый раз использовать шаблон. Ну, можешь его адаптировать по ходу, да, там, взаимодействовать с командой. Тебе позволит это разложить как-то, вот, думать о задаче в каком-то атрибутивном смысле. И вот это, наверное, тоже развивает какую-то системность. Ну, и опять-таки задавать себе вопрос о том, что то, что я делаю сейчас, хочу ли я решать эту проблему в будущем опять. Или, может быть, я лучше сейчас инвестирую чуть больше времени, да, не буду кормить свой организм дофамином, да, что пойду отвечать на вопросики какие-то чьи-то, да, там, заглушу флаг и пойду придумаю системное решение этой проблемы, предложу его. Вот, ну, не получится, как бы, зато я хотя бы попробовал. И тогда в будущем, возможно, у меня останется больше времени на то, чтобы развиваться и реализовывать творчество в своих функциях. Класс. Дима, спасибо большое за интересную беседу. Спасибо тебе за хорошие вопросы. До встречи. Пока-пока. Пока. Это был 299-й выпуск подкаста Make Sense. Сегодня вы слушали Дмитрия Дорофеева и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok